Здравствуйте! В эфире ЛРТ программа «Итоги недели» в студии Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. Вот эту работу можно сделать только вместе, сообщая, именно взаимодействовать со всеми уровнями власти. Поэтому наша задача – работать для результата. В Люберцах составилось расширенное заседание фракции «Единая Россия». Я отправилась на Рафа-Меска, оттуда в Белгород. Из Белгорода майор вот этот, как его, господин Николаев, Николаев, подписал вот эту проверенность. Владимир Ужицкий провел прием граждан. На конкурс я пришла, чтобы показать, что сельская школа – это школа большой любви, тепла и заботы. В округе стартовал муниципальный этап конкурса «Педагог года». Соревнования мы проводим уже четвертый раз. 230 участников из 10 городов Подмосковья. Во дворце «Спорта Триумф» прошли соревнования по художественной гимнастике. А теперь подробнее об этих и других новостях. В администрации городского округа Люберцы прошло еженедельное оперативное совещание. Руководители структурных подразделений и ведомств отчитались в проделанной работе главе округа Владимиру Волкову. Подробности в материале моих коллег. Перед тем, как участники совещания приступили к своим докладам, глава городского округа Люберцы вручил ключи от новых квартир детям-сиротам. Обладателями собственного жилья стали две девочки, которым исполнилось 18 лет. Всего с начала этого года квартирами обеспечено 33 ребенка. Еще три человека получат заветные ключи в декабре. В городском округе Люберцы продолжается реализация поручения президента Российской Федерации губернатора Андрея Юрьевича Воробьева по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без посещения родителей. Так, всего за период с 2008 года, по сегодняшний день, администрация городского округа Люберцы обеспечена жильем 312 детей. За прошедшую неделю в межмуниципальное управление МВД России Люберецкое поступило более 2000 обращений. 31 уголовное дело возбуждено за отчетный период. 24 преступления раскрыто по горячим следам. В городского нашли арсенал оружия под крышей, где разбирали крышу. И также у одного из граждан Люберецкого района, совместно с сотрудниками главного управления ФСБ и МВД, был изъят большой арсенал дома, то есть занимался переделкой оружия, то есть это все изъято. Сейчас проводится проверка по данным, возбуждены уголовные дела по данным фактам. 44 выезда по сигналу тревоги совершили сотрудники Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона. В шести случаях они боролись с огнем. Не обошлось без пострадавших происшествий в деревне Кирилловка. Обгорел частный жилой дом на общей площади 105 квадратных метров. К сожалению, есть пострадавший мужчина 71 года рождения, госпитализирован. В городском округе Люберцы продолжается плановая замена лифтов. В этом году обновлению подлежит 39 единиц оборудования. Чтобы выполнить задачу, остается заменить два подъемника в жилом доме в Октябрьском. А по программе капитального ремонта уже большая часть работ выполнена. Из 135 МКД готова 85. Жителям округа напомнили, что ознакомиться с адресным перечнем можно на сайте администрации в разделе ЖКХ. Луиза Егия-Зарян, Сергей Гвоздев, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Депутаты фракции «Единая Россия» провели расширенное заседание, на котором подвели промежуточные итоги реализации народной программы. В нем приняли участие народные избранники Государственной, Московской областной дум и Совета депутатов округа. Подробности в нашем сюжете. В местное отделение партии «Единая Россия» за 2021-2022 годы поступило более 5,5 тысяч предложений от жителей. Из них уже отработаны почти 4 тысячи инициатив. Основные сферы наказов – ЖКХ, медицина, образование, дорожная инфраструктура, культура и спорт. Недельно хочу отметить самые значимые наказы, которые были выполнены за 2021-2022 год. Это, в первую очередь, о чем же говорил Роман Игоревич, это ремонт, капитальный ремонт гимназии 1 и 6. Это развитие спортивной инфраструктуры в 42-м лицее и строительство стадионов для жителей на базе физической школы. Также в округе благоустроили парк «Малаховское озеро» и парк «Лапсов Тамилина». Площадку для воркаута в Центральном парке построили дополнительные съезды с Комсомольского проспекта. В работе депутатов остается еще около 2 тысяч наказов. Среди них – реновация микрорайона 3-3А и расширение тоннеля на транспортной улице. Вот эту работу можно сделать только вместе, сообщая, именно взаимодействие со всеми уровнями власти. Поэтому наша задача – работать на результат. Также на заседании вынесли предложение о предоставлении социального жилья молодым врачам. Это поможет увеличить число приемов профильных специалистов и привлечь в округ дополнительные квалифицированные кадры. Секретарь Люберецкого местного отделения «Единой России» Владимир Ружицкий провел личный прием граждан. Вопросы, с которыми жители городского округа обратились к нему, касались несанкционированной торговли, безопасности дорожного движения и помощи семьям мобилизованных. Подробности далее. Мария Ростовская живет в микрорайоне «Самолет». 28 сентября ее супруг отправился в зону специальной военной операции. У жителей Целюберец возникли трудности с оформлением генеральной доверенности от мобилизованного мужа. На приеме у секретаря местного отделения партии «Единая Россия» девушка попросила оказать содействие. «Отправили сначала на Рафа-Минск, оттуда в Белгород. Из Белгорода майор, господин Николай, по-моему, подписал эту поверенность. Отправили только уже третью неделю, как я не получаю. А сказали, в течение трех дней». Другой заявитель Наталья Мажарова просит обратить внимание на состояние детской площадки на улице Попова, а также разобраться с несанкционированной торговлей в подземном пешеходном переходе у станции «Люберца-1». «Торгуют одни и те же люди. В двухтомский отдел полиции я написала 8 заявлений». На прием к Владимиру Ружицкому пришли 4 человека. Мероприятие прошло в рамках традиционной декады приемов, приуроченной ко дню рождения партии «Единая Россия». Все вопросы, поступившие от жителей, зафиксированы и взяты под контроль. Луиза Игия Зарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В округе приступают к очистке одного из самых красивых озер Подмосковья. Ход предстоящих работ обсудили на очередном заседании рабочей группы по благоустройству Малаховского озера. Что включает в себя проект очистки водоема, а также срок его реализации, узнали мои коллеги. Наша задача сделать так, чтобы этот проект прошел с минимальным ущербом для экологии, минимальным ущербом для жителей, для всех частных участков частного сектора, чтобы не было никаких подтоплений. Это озеро образовалось в Малаховке более 300 лет назад, во времена Петра I, и сразу стало излюбленным местом отдыха жителей. Привлекал отдыхающих не только сам водоем, но и великолепный сосновый массив с разнообразной растительностью. Парк, расположенный на берегу озера, с годами превратился в лес. И в 2019 году приняли решение о его благоустройстве. По просьбам жителей удалили аварийные деревья, проложили дорожно-тропиночную сеть, установили детские спортивные площадки, обустроили пляж. Теперь предстоит огромная работа по очистке самого озера и русла реки Македонки. Озеро живописное, красивое, конечно, но к настоящему времени оно заилено, заросло. Основная причина, что нету донного водоспуска на плотине. Вся взвесь, которая в воде есть, листва, которые падают, не только здесь, и сверху по течению приходят, она в этом озере оседает. Ей уходить некуда. За несколько столетий, по подсчётам специалистов, на дне Малаховского озера, общая площадь которого около 400 тысяч кубов, могло накопиться более 140 тысяч тонн иловых отложений. Чтобы их извлечь, озеро нужно осушить. Планируется сделать донный водоспуск в районе гидротехнического сооружения методом проколы. То есть разместить трубу, по которой потихоньку вся вода уйдёт с этого озера. Жители Малаховки обеспокоены, что в результате спуска воды могут быть подтоплены земельные участки, расположенные вниз по течению. Однако их заверили – водоспуск будет регулироваться. Эта задвижка будет регулировать в любой момент. Мы начали сброс воды, смотрим, малейший сигнал от первого жителя поступает, только угроза того подтопления, задвижка перекрывается. И эта задвижка будет регулировать и в паводковый сброс, когда максимальное поступление воды, и в стандартные работы. После подписания контракта работы по осушению водоёма продлятся два месяца. Далее специалисты приступят к очистке дна от ила и мусора. Работы планируют завершить в 2024 году. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Система видеонаблюдения Московской области – безопасный регион. В её рамках на территории городского округа Люберцы круглосуточно работают тысячи камер. Основная задача системы – обеспечение общественной безопасности. Как она работает, сколько хранятся видеоданные и кто имеет к ним доступ, узнала съёмочная группа нашего телеканала. Люберчанин Александр Ворожищев. Системой безопасный регион познакомился в прошлом году. Повод не самый приятный – ДТП. Таксист сдавал задом, ну как бы ударил меня, ну как бы делал вид, что это я его ударил. И по приезду мы посмотрели камеру видеонаблюдения, и сотрудник полиции решил всё вопрос сразу. Разбирательство в полиции заняло около часа. В итоге таксист признал вину и возместил ущерб Александру. И это не единственный подобный случай. По словам сотрудников правоохранительных органов, всё чаще видеозаписи помогают раскрывать правонарушения и являются неоспоримым доказательством в суде. Для хранения видеоданных создана единая база. В ней, например, запись с камеры, установленной на двери подъезда, хранится 10 дней, с дорожной камеры 30. Происходит преступление, соответственно, приходят потерпевшие, пишут заявление, и уже тогда начинается отсматриваться камеры видеонаблюдения. И убийство раскрывали, и что ещё, опять же, мошенничество, кража четвёртой части, совершил ущерб свыше миллиона рублей. В Люберцах камеры безопасного региона установлены в парках и скверах, на домах и подъездах, дорожных развязках и перекрёстках. Число устройств продолжает расти. Только на территории Ухтомского отдела полиции установлено более 2200 камер, что значительно облегчает работу стражам правопорядка и влияет на раскрываемость правонарушений. Взаимодействуем с администрацией, подаем каждый год список, куда нужно поставить камеры, где они более всего необходимы. Всего к системе «Безопасный регион» на территории городского округа подключено более 8000 камер. Их основная задача – контроль общественного порядка. Поэтому установка видеокамер продолжится. Заявки на монтаж устройств уже поданы. Алексей Абрамов, Денис Заугольников, Телеканал ЛРТ. В Люберевском округе идёт акция «Гибкая подводка». Служба газа на безвозмездной основе производит замену изношенных шлангов, которые соединяют плиту и газовую трубу. Акция распространяется на семьи мобилизованных, а малоимущие семьи, а также на пенсионеров и ветеранов. Газовая служба «Юникон». В день мастер службы газового хозяйства посещает 3-4 квартиры. Очередной адрес – улица 3-я почтовое отделение. Кухня Люберчанки Ольги Кагал. Я задумывалась, узнавала, звонила. Но мне сказали, стоимость у меня нет таких возможностей. Спасибо, что заменили по акции. Ольга Кагал живёт здесь с рождения. У неё четверо детей. Газовая плита для женщины – незаменимая помощница. У людей стоят гибкие подводки уже старого образца, которые внутри резиновые. Этот шланг у нас металлосилифонного типа, то есть он цельный металлический, он не подвержен коррозии. Мастер справляется быстро. Время работы зависит от типа оборудования. Если это варочная панель, то требуется минут 10. На обычную газовую плиту – 5. Гибкую подводку мы заменили, всё соединили, всё проверили, утечек нету, всё работает. Спасибо большое. На данный момент замена произведена уже по 222 адресам. Сейчас в работе находится ещё 157 адресов. Борис Юкин живёт в Люберцах более 30 лет. Последний раз шланг менял два десятка лет назад. Об акции узнал от сотрудников управляющей компании. Мастер меняет шланг и проверяет все стыки газоанализатором. Утечек нет. Потом заполняет акт выполненных работ и проводит собственникам квартиры краткий инструктаж. Не забывайте, при запахе газа, если почувствуете, кран перекрываете, открываете окошко, вызываете газовую службу. Конечно. Все телефоны диспетчерской и аварийной службы на вашем акте. Хорошо. Спасибо. Акция «Гибкая подводка» продлится до 30 ноября. Алексей Абрамов, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. С начала года в Люберецкую областную больницу поступило более сотни единиц медицинского оборудования. Техника, закупленная по программе здравоохранения Подмосковья, работает в поликлиниках и стационарных отделениях. Что нового появилось в хирургическом блоке, врачи показали нашей съемочной группе. Хирургическое отделение первого стационара Люберецкой областной больницы. Задействовано сразу два операционных зала. На одной точке работает травматологическая бригада, на другой врачи проводят эндоскопическую операцию. Одновременно здесь могут находиться пять хирургов. Наличие оборудования теперь это позволяет. Современная операционная требует современной аппаратуры и современных методов лечения. Естественно, у нас появилась аппаратура для проведения под контролем ультразвука, либо видеоэндоскопических операций. Это увеличивает скорость реабилитации больных, восстановление их трудоспособности, уменьшение риска после операционных осложнений. Леонид Соколянский как раз один из тех, кому провели операцию с помощью нового видеоэндоскопа. Сегодня вторые сутки после хирургической процедуры. Пациент уже на ногах и чувствует себя отлично. На следующий день я смог ходить, приседать, сидеть, естественно, и спокойно спать. Вот вчерашним вечером я уже мог спокойно спать на боку. Вот уже сказали, сегодня к вечеру выпишут. В арсенале отделения появился также стерилизатор для операционных инструментов. Этот аппарат способен автоматически обеззараживать принадлежности хирурга за считанные минуты. Можно большой набор прослезовать за короткое время, за 50 минут. А до этого нужно было собрать, отправить в автоклав. А то, что он здесь рядом, очень удобно. В день хирурги первого стационара Люберецкой областной больницы проводят от 15 до 20 операций. Раньше эта цифра была меньше в два раза. С помощью нового оборудования увеличилось не только количество проводимых процедур, а, что самое главное, их перечень и качество. Луиза и Геазаря, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В Люберцах приступили к строительству детского сада на 170 мест. Его возводят в жилом комплексе «Облака-2». Фундамент готов. Рабочие приступили к возведению стен. Ход строительства дошкольного учреждения проинспектировал глава округа Владимир Волков. В ближайшие несколько лет здесь, на северной стороне Люберец, по соседству с Некрасовкой, вырастет новый микрорайон. Кроме возведения жилых домов, застройщик позаботился о строительстве объектов социальной инфраструктуры. Здесь появится школа на 1500 мест и два детских сада. В детском саду на 170 мест предусмотрена одна ясельная группа, шесть для детей до шести лет и подготовительная. В настоящее время на объекте строители монтируют вертикальные конструкции подземного этажа. Будет выполнено армирование стен, залито бетоном, дальше приступит к перекрытиям. И всего будет четыре этажа, три надземных, один подземный технический. Сад запроектирован по принципу отдельных ячеек, то есть каждая группа имеет полностью свою изолированную инфраструктуру. Спальную комнату, игровую комнату, раздевалки. В детском саду разместят кабинеты психолога и логопеда. Помимо игровой, откроют музыкальные и спортивные залы. Объект должен быть построен в срок. Задачу ставит такой губернатор Андрей Юрьевич Воробьев. Наша задача – следить и оказывать максимальное содействие для строителей, для того, чтобы не было никаких сдвижек по срокам. Через месяц рабочие приступят к возведению первого этажа. Дошкольное образовательное учреждение распахнет двери для малышей в 2024 году. Луиза Игязырян, Богдан Колесников, Пётр Пономаренко, Телеканал ЛРТ. Стартовал муниципальный этап конкурса «Педагог года-2023». Как и прежде, за звание лучшего в своей профессии будут бороться учителя и воспитатели. С участниками проекта познакомились мои коллеги. Среди любимых наших педагогов ты самая заметная звезда. На этот раз местом для открытия ежегодного конкурса среди педагогов стал лицей номер 15. В актовом зале собрались участники и участницы проекта, а также их руководители и коллеги. Поддержка важна каждому, кто решился на этот смелый шаг. В этом году, как и в прежние годы, в зале, который сегодня передо мной, я наблюдаю очень много молодых лиц. И это всегда радует. Всегда говорит о том, что образование идет вперед, развивается в ногу со временем. Большинство конкурсантов действительно молодые педагоги. Мария Агапова только начинает свой профессиональный путь, но уже является лауреатом всероссийского конкурса «Педагогический дебют». На данном конкурсе я решила поучаствовать сама, осознанно. То есть для меня это большой толчок вверх по лестнице саморазвития. Это прекрасная возможность для профессионального роста, обмена опыта с коллегами. Хочу пожелать всем удачи. В этом году за звание «Педагог года» будут бороться 36 человек, 19 воспитателей, 17 учителей. На открытии муниципального этапа конкурса каждый из них выступил с приветственным словом. На конкурс я пришла, чтобы показать, что сельская школа – это школа большой любви, тепла и заботы. Впереди участников проекта творческие задания и репетиции. Им необходимо доказать членам жюри свое право выйти в финал конкурса, который состоится в начале следующего года. Уиза Игязарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. «Смысл жизни человека» – тема урока, который провел в лингвистической школе Люберец архиепископ Подольский Люберецкий Аксий. Занятие прошло в рамках реализации церковного проекта «Диалог со священником». Подробности встречи в следующем материале. Тема урока предполагает доверительное общение. В классе только дети и священник. Сначала знакомство. Архиепископ Аксий рассказал о своей работе и о том, что в его епархии более 200 церквей. И главная тема встречи – смысл жизни человека. Свою жизнь необходимо сообразовывать с теми нормами и нравственными принципами, которые существуют в нашем народе. Для этого нужно обращаться к нашей культурной традиции, к истории нашей страны. Для кого-то смысл жизни заключается в том, чтобы посадить дерево, построить дом и вырастить ребенка. Для других состояться в профессии – добиться материального благополучия. Но получив желаемое, отметил священник, люди зачастую теряют смысл жизни. И, наверное, смысл – это постоянное развитие, умение правильно расставлять приоритеты. Вот наши замечательные благочестивые предки все это умели сохранить и передать. И если мы наследниками наших предков являемся, то также должны для наших детей передать все самое лучшее, чистое и светлое. Это заключается в первую очередь как священнослужитель, как архиерей нашей русской церкви, говорю о заповедях Божьих. Школьники узнали, как архиепископ Аксий решил посвятить жизнь служению. И как, придя к успеху, избежать гордыни и эгоизма. Поделились планами на будущее. Для многих трудно выбрать вуз, куда поступать. Гость посоветовал прислушаться к советам старших. Но итоговое решение принимать только самостоятельно. В ряде вопросов обратились к Евангелию. Я могу сказать, что вера, вне зависимости от того, какой она подоплека имеет, то есть религиозную, или веру в себя, или веру в какие-то события, веру в какие-то явления, она начала иметь более серьезную основу, она начала иметь почву под ногами. Ребята достаточно живо участвуют в обсуждении тех или иных вопросов. А ведь вопросы такие фундаментальные, очень важные, где-то философские. Смысл жизни, что такое счастье, герой нашего времени, что такое одиночество, красота, любовь. Проект «Диалог со священником» реализуется на постоянной основе. Образовательные учреждения округа в его рамках посещают священнослужители Люберецкого благочиния. Архиепископ Аксий проводит такие уроки в Люберцах раз в месяц. Алексей Абрамов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Прошла экологическая акция «Школа утилизации электроника». Жители городского округа сдали на вторичную переработку старую бытовую технику и батарейки. Почему важно следовать примеру участников акции, объяснит наш корреспондент. Импровизированный склад старой электроники с каждой минутой становится все больше. Теперь эти магнитофоны, телефоны, компьютеры и телевизоры не будут разлагаться и загрязнять природу, а пройдут через определенные процедуры и вновь станут полезными и нужными. Все, что здесь сегодня представлено, это пластик, это стекло, это медь, это батарейки. И период распада в естественных условиях составляет от 100 до 500 лет. Поэтому необходимо это все собирать и утилизировать. И абсолютно точно это нельзя выкидывать. Для городского округа Люберцы уже стала традицией два раза в год собирать бытовую технику, отслужившую свой срок. Самые активные участники экологической акции – школьники. Мы пошли всем классом, нам всем было интересно. Я сдала технику, мы приносили телевизоры, компьютеры, магнитофон был. Я сегодня хочу сказать спасибо организаторам этой акции, кто стоит у истока в организации. Ребята, вам спасибо. Я думаю, вы расскажете своим одноклассникам, школьникам, соседям, друзьям. И я думаю, что мы с вами, вот то, что приходит в негодность, не будем просто бросать, а будем правильно утилизировать. В прошлом году в городском округе Люберцы собрали 8,5 тонн электроники. Результаты нынешнего пока неизвестны, но цифра точно будет выше. Во время акции, которую провели в первом полугодии 2022-го, люберчане принесли больше 10 тонн старой бытовой техники. В округе продолжается осенний призыв вооружённой силы Российской Федерации. Где будет проходить службу очередная группа призывников и с каким настроением они отправились в армию, расскажем в сюжете. На строй есть? Да, нарушка! Молодцы! 35 парней из Люберец, Лыткарина, Держинского и Котельников к службе готовы. Боевой дух и хорошее настроение у каждого призывника. Артём Власов, когда получил повестку в военкомат, пошёл не раздумывая. Служить хотел. Расситывал президентский полк пойти, но среди, скажем так, определённых обстоятельств не получилось этого сделать. Случить я хочу поближе дома. Вот, вроде недолг в любом случае нужно отдавать, поэтому я думаю, всё будет у нас хорошо. Служить призывники в основном будут в Москве и Подмосковье, а некоторые отправятся в Калининград, проходить службу в военно-морском флоте. Будут они служить недалеко, значит, в течение года они сейчас получат первоначальные знания в области обороны. Никто никуда отправляться не будет, естественно, в какие-то там горячие точки, как я сказал президент, министр. Год пролетит быстро, получат они соответствующую физическую закалку, получат военно-учётную специальность. После военкомата ребята отправятся в распределительный пункт, где им назовут места будущей службы. По прибытии их ждёт курс молодого бойца, который длится один месяц, а после – присяга. Кто-то из вас потом выберет путь военного, кто-то вернётся на гражданскую службу, работу. Но я желаю вам всем набраться опыта, прислушиваться к своим товарищам-старшим по званию и, конечно же, вернуться в родной город. Мы вас все здесь будем ждать. В 2022 году призывная кампания началась 1 ноября, а закончится 31 декабря. Мария Антонова, Денис Зоугольников, телеканал ЛРТ. Продолжается акция, направленная на помощь семьям мобилизованных. К благотворительности активно подключаются предприниматели городского округа. Владельцы заведений общепита, салонов красоты и автомастерских бесплатно оказывают услуги женам, детям и матерям военнослужащих. За одним столом люди, которые ждут своих близких с передовой и те, кто поддерживает их в этот нелёгкий период. За чашкой чая в уютной обстановке обсуждают не только свои личные проблемы, но и вопросы, связанные с развитием городского округа. У нас есть проблемы, в том числе пешей доступности к метро. Это есть эта история. Она не в Люберцах, а она в Москве, потому что Москва вот это отложила. По-моему, там застройка, там, 24-25 год, по-моему, если мне память не изменяет. Вот когда это будет завершено, тогда этот узел здесь развяжется. И пешком дойти, и там маршрутки будут, и автобусы по-другому будут ходить. Инициатор встречи – депутат 4-го избирательного округа «Мигрант Туманов». После объявления о мобилизации он сразу подключился к работе по оказанию помощи семьям военнослужащих. За короткое время к нему присоединились более 50 предпринимателей городского округа. Мы зашли в кафе, попросили их о помощи. Говорим, вот такая ситуация. Есть семья мобилизованного, там, с выплатами чуть-чуть задержка на пару дней. Но им хотелось бы питаться бесплатно. Они прямо отозвались, и до конца месяца всю семью – завтрак, обед и ужин. Вот они кормят по сей день. И так все пошло, пошло, пошло. У нас подключились салоны красоты. Они выразили готовность дать бесплатную стрежку детям, супругам мобилизованных. Даже шиномонтажники позвонили, говорят, слушай, мы готовы, там, жену мобилизованных, там, переобуть бесплатный шиномонтаж бесплатный, скидку на резину. Сейчас большая команда добровольцев курирует 17 семей. Помощь оказывают всестороннюю – от бесплатных услуг стоматолога до организации досуга для детей. Все время приезжают там и детям подарки, и вообще вот во всех каких-то вопросах они готовы помочь. То есть я всегда могу позвонить и попросить. Я знаю, что они помогут, они не откажут. Пока специальная военная операция продолжается, будет продолжаться и акция «Мы рядом с семьей солдата». Присоединиться к ней могут представители любых сфер, которые готовы оказать помощь. Луиза Егезарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Праздник, наполненный особой теплотой и любовью. В картины галереи прошло торжественное собрание, посвященное Дню Матери. Поздравления принимали многодетные женщины, а также мамы особенных детей. С героинями праздника познакомилась Луиза Егезарян. Сотрудницы полиции, врачи, учителя, предприниматели и общественницы. Эти женщины из разных сфер деятельности, но у них одна общая профессия, где не бывает выходных и отпусков. И эта профессия называется «мама». Такой прекрасный праздник, праздник День Матери, наверное, для меня, по крайней мере. Это даже где-то грубо. День Мамы. Это очень теплое слово. Слово, с которым мы живем всю свою жизнь. Желаю всем мамам оставаться такими же любимыми, такими же очаровательными. Будьте всегда счастливы, будьте всегда с улыбкой. Виновницам торжества глава городского округа вручил цветы, благодарственные письма и подарки. Среди награжденных руководитель Люберецкого филиала Ассоциации родителей детей-инвалидов Татьяна Орлова. На праздник она пришла вместе с детьми, двумя дочками и сыном. Старшая девочка у меня занимается хореографией с трех лет. Мальчик у меня с инвалидностью, а младшая девочка пока только в садик ходит. Но планируем чем-то заниматься. Всем мамам я хотела бы пожелать, чтобы они, несмотря ни на какие трудности, никогда не сдавались. Верили в свои силы, в себя и в своих детей. Мама может заменить всех, но ее никто никогда не заменит. Этот праздник и еще одно напоминание о ее неоценимой роли в жизни каждого из нас. И еще один повод признаться в любви самому близкому человеку. Луиза Игязарян, Сергей Квоздев, телеканал ЛРТ. В библиотеке Бригантина начал работу клуб для семей мобилизованных «Мой папа-герой». На церемонию открытия пригласили жен и детей люберчан, выполняющих задачи специальной военной операции. Торжественные мероприятия совместили с другим праздником – Днем Матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября. Подробности далее. И прямо мы можем доверить ей сердце свое и просто за то, что она наша мама. Мы крепко и нежно любим ее. Формат открытия клуба «Мой папа-герой» – камерный вечер. Теплая, уютная и душевная встреча с горячим чаем и сладостями. Сегодня порядка 20 семей будет у нас в гостях, 20 семей мобилизованных. Так мы сотрудничаем с большим количеством семей, стараемся на постоянной основе. Вот первое масштабное мероприятие в дальнейшем постараемся сделать, чтобы это было более, так сказать, чаще, интереснее и разнообразнее. Программа открытия состоит из двух частей – праздничный концерт и викторина «Своя игра», по итогам которой предусмотрены призы, подготовленные депутатами Совета депутатов, библиотекой и благотворительным фондом. Мы из семьи мобилизованных Поминова Дмитрия. Он у нас находится сейчас, ну, соответственно, в расположении, в части. Мы пришли сегодня на праздник в честь Дня Матери. Спасибо огромной администрации за проведение мероприятия. Очень благодарны. Семья Дмитрия Поминова воспитывает дочку. Ей три года. Уже воспользовались льготами, положенными семьям мобилизованных. Детский сад ребенок посещает бесплатно. Здесь много детишек. И это тоже большое счастье, потому что я думаю, что у каждой женщины, мне так кажется, когда девочка становится более-менее уже как-то осознанно воспринимает этот мир, то желание стать матерью, это как-то само собой разумеется. И когда появляются дети, я думаю, что для женщины это самое большое счастье. Гости праздника посмотрели выступление вокальной студии «Геометрия успеха» и танцевальный «Танцленд». Все семьи получили подарки. Алексей Абрамов, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Глава люберец Владимир Волков встретился с активом местного отделения Союза женщин России. Инициаторами «Круглого стола» выступили члены сообщества многодетных мам городского округа. У них накопилось много вопросов и предложений к представителям власти, органам соцзащиты и других сфер. За этим столом лишь небольшая часть сообщества многодетных мам городского округа «Люберцы». На сегодняшний день организация объединяет более 400 женщин, которые воспитывают больше двух детей. Здесь собрались самые активные и инициативные. «У нас очень много планов, очень много задумок. Следующий год будет очень интересный с точки зрения цифр. Нам исполняется городу «Люберцы» 400 лет и, конечно же, очень большое количество мероприятий, которые мы только планируем провести. Задумок, реализации многих объектов. Мы об этом должны говорить. Обязательно нужно включить в рабочую группу наших женщин, чтобы ничего не забыть, не упустить». А пока участники встречи обсудили вопросы насущные среди тем, которые подняли женщины, установление статуса многодетной семьи и назначение социальных выплат. «Хотелось бы, чтобы вы вынесли некоторые предложения на рассмотрение. Это чтобы было какое-то пособие для многодетных семей, для детей из многодетных семей, независимо от статуса малоимущего. Потому что бывает, что 6-7 детей, а не получаем пособие, потому что они малоимущие». Многодетные мамы попросили увеличить размер компенсации на школьную форму для 10 тысяч рублей. И сейчас эта сумма составляет 3 тысячи. Среди предложений – запуск социального проекта «Мами на время», который направлен на поддержку женщин, воспитывающих детей инвалидов. Обсудили за круглым столом и открытие дополнительных специальных классов для детей с ограниченными возможностями здоровья. «Такая возможность у нас будет, но, скорее всего, это будет 10-я школа на поселке Калинино. 10-я школа. Потому что там еще от мощности можно посмотреть свободные кабинеты. Вы понимаете, что это специализированные условия пребывания детей». Все предложения, поступившие на этой встрече, взяли в работу. А с вопросами, которые требуется решить на федеральном уровне, пообещали помочь представители Совета депутатов городского округа. В городском округе работает компания, которая занимается пошивом и оптовой продажей женской одежды больших размеров. Предприятие, расположенное в поселке Красково, было открыто около 20 лет назад и стало одним из немногих производителей изделий «Плюс Сайз». Как фабрика живет сегодня и что готова предложить дамам, расскажет наш корреспондент. Одежда больших размеров, вопреки стереотипам, может быть красивой и модной. Моя производитель должен предоставить широкий выбор. На этой фабрике изделия шьет исключительно для женщин. От этими сезонных курток до зимних пальто и пуховиков. «В данный момент мы шьем пуховики. Лебяжий пух. Его набивают, потом распределяем и настрачиваем палочечки. Получается красивое изделие. Пока разгонишься, может быть полтора дня уходит. Потом, если набираешь скорость, уже может где-то за день две куртки выпустить». 26 наименований верхней одежды. Размерный ряд начинается с 50-го. В этом году компания расширила ассортимент продукции и занялась пошивом костюмов, брюк, рубашек, платьев и футболок. «В связи с этими событиями, когда марки крупные уходят с нашего рынка, освобождаются площадки торговые, пытаемся занять это место». В этом направлении фабрика пока делает первые шаги. Создает за месяц около полутора тысяч изделий. А вот объемы производства верхней одежды внушительны. За год из-под этих станков выпускают более 20 тысяч пальто, курток и пуховиков. Луиза Егия-Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. «В следующем году Люберцам исполняется 400 лет. Жители и власти городского округа уже активно готовятся к этому знаменательному событию. К юбилею города запланированы творческие, просветительские и социально значимые проекты. Об одном из них расскажет Луиза Егия-Зарян. О люберцах и о выдающихся людях, которые в свое время посещали город. Написано немало книг и статей, сняты документальные фильмы и новостные сюжеты. Созданы экспозиции в залах Краеведческого музея. 400-летний юбилей – весомый повод собрать все интересные факты в одно издание, чтобы наглядно показать богатую историю Люберецкого края. Самое главное, конечно же, для нас – это наша история. Наша история очень интересная. За многие годы, если взять только советский период, здесь проживало большое количество интеллигенции. Это и поэты, и художники, и академики, это и директора заводов. Строились предприятия. Некоторых предприятий уже сейчас нет. Но они, с точки зрения истории всей нашей страны, без лишних слов, они вписаны во все книги. И мы об этом должны рассказывать молодежи. Будущая книга будет ориентирована на подрастающее поколение. Люберецкие краеведы, историки и писатели обсудили, как она должна выглядеть и какую информацию содержать, чтобы привлечь внимание детей и молодежи. Есть люберцы, есть четкая дата, которая нам позволяет говорить о 400-летии в следующем году. И мы должны просто объединить наши усилия в том, что есть. Я бы хотел, чтобы эта книга, Вадим Михайлович, там не была какой-то замавтором, там Иванов, Петров, Сидоров, а чтобы был коллективный труд всех здесь присутствующих. Эксперты рассмотрели несколько вариантов создания книги. Среди предложений посвятить каждому столетию отдельный том и таким образом выпустить четыре издания. Также на встрече обсудили возможность присвоения люберцам звания города трудовой доблести. Луиза и Гязаря, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. На Люберецком районном телевидении стартовали курсы юного телевизионщика. За время обучения учащиеся узнают, что такое журналистика, поймут специфики профессии репортера, познакомятся с миром телевидения и другими средствами массовой информации. А накануне открытия преподаватели провели ознакомительный мастер-класс. Мастер-класс рассчитан на всех желающих. В зале есть и представители старшего поколения, но в основном родители с детьми. Надежда Тетюхина пришла с дочкой Дарьей. Мой ребенок сейчас находится в таком активном поиске себя, поэтому я поддерживаю все ее начинания, все ее интересы. И поэтому мы сегодня здесь. Дарья учится в пятом классе гимназии номер пять, увлекается фотографией. От курсов ожидает новых знаний. Наибольший интерес вызывает операторское мастерство. Нас пригласили как бы родительскую группу, там школьную группу написали, и типа мама спросила, хотела бы я пойти. Николай Самарин пришел с дочкой Евой. Девочка увлекается журналистикой и хочет получить дополнительное образование в этой области. Сфера телевидения, ну ей, по словам, интересно. Я пришел ее поддержать, и начинание для того, чтобы набор навыков, которые получил молодой человек, Евочка был максимально широкий и никогда не знаю, что пригодится для коммуникации. Ева Самарина с миром телевидения знакома. В профессии, связанной со СМИ, нравится то, что благодаря ей можно много ездить и узнавать новое. С направлением девочка еще определяется. Интервьюер, может быть. Презентацию курса и его первого блока «Журналистика и телепроизводство» провела эксперт Екатерина Дегтярева. В формате вопрос-ответ обсудили, что такое журналистика, из каких стадий состоит производство фильмов и мультфильмов, что такое сценарий и его структура, как вести себя перед камерой. Надо вести себя прилично и никогда, ни в коем случае, не надо запинаться безопильно. Потому что потом станет неинтересно, и кто потом будет тебя слушать. Правильно? Никто. Сегодняшнее мероприятие для нас ответственное мероприятие, потому что мы стартуем с курсами юных телевизионщиков. Мы открываем центр продюсирования «Медиаэффект», поэтому оно было знаковым. Сюда пришли и родители, и дети, чтобы посмотреть, кто будет учить на курсах, чему будут учить. Второй блог «Блогер. Профессия и хобби» презентовала эксперт Анна Путятина. Она и зал вспомнили, как произошло слово «блогер». Дети дали свое определение. Привели факты из истории блогерства и обсудили форматы блогов. Видеоблог, фотоблог, микроблог и текстовый блог. Блогер, да, это человек, для которого личный блог – это основное занятие или, может быть, даже источник дохода. Это не просто работа, которая может приносить деньги, но и для кого-то это уже стало образом жизни, скажем так. Третий блок курса – маркетинг и реклама. Эксперт Анна Васюкова. Она рассказала о видах рекламы, а их довольно много. Наружная, печатная, спонсорская, имиджевая и другие. В качестве примеров телевизионной рекламы – видеоролики, изготовленные на телеканале ЛРТ. Дальше у нас есть интернет-реклама. Ну, здесь все просто. Это вся реклама, которую мы видим в интернете. Рекламные ролики, рекламные баннеры, рекламные статьи. Вот, зашли в интернет, увидели рекламу – это интернет-реклама. В рамках мастер-класса для юных журналистов провели экскурсию. Ребята посетили редакцию, сотрудники которой работают и в выходные дни. Серверную – откуда осуществляется контроль за эфиром. И студию, где работает ведущий. Вот здесь по суфлеру идет его текст, который он произносит в кадре. Мне очень понравился мастер-класс. Было очень интересно. Узнала очень большую, объемную информацию. На экскурсии я видела множество интересных комнат. Вот. И меня это очень сильно впечатлило. Мне все очень понравилось. Все было очень интересно. Я познала для себя много нового. Например, то, что прямой эфир снимается на хромаке, потом он обрабатывается и передается в прямой эфир. Мне очень понравилось. Было очень интересно. Мы играли в игру, как в сломанный телефон. Занятия курса юного телевизионщика стартуют в первых числах декабря. Обучение продлится два месяца. Эксперты ждут желающих всех возрастов. Алексей Абрамов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Во дворце спорта «Триумф» состоялось первенство и чемпионат городского округа Люберцы по художественной гимнастике «Сияние осени». По итогам состязаний юные люберчанки завоевали одну золотую и две серебряные медали. Подробности соревнований в следующем материале. Если жизнь не болит, болит, закрывала вас огнем, вы еще не проиграли. Соревнования по художественной гимнастике «Сияние осени» устраиваются не первый год и традиционно собирают большое количество участниц. Соревнования мы проводим уже четвертый раз. 230 участников из 10 городов Подмосковья. Достаточно масштабные у нас соревнования проходят в личных упражнениях и в групповых. Среди спортсменок в основном люберчанки. Более 50 гимнасток. Клуб «Крылья» находится в Малаховке. Готовились мы уже давно, на протяжении трех месяцев. Я очень довольна, как дети выступили, показали все, что мы работали. Все выступили прилично, показали все, что могли. Клуб гимнастики при спортивной школе Олимпийского резерва делегировал на соревнования 20 участниц. Дарье Поповой 10 лет. Семь из них она занимается гимнастикой. Выступает в двух номинациях. С мячом и без предмета. Мяч мне больше всего нравится из предметов. Он у меня очень хорошо получается. У меня получаются перекаты. Поэтому и нравится. По словам тренеров, сияние осени – очень важное соревнование с точки зрения групповых упражнений. К тому же оно предваряет состязание областного уровня. 1 декабря у нас предстоит чемпионат Московской области по групповым упражнениям. И для детей это как контрольная тренировка, чтобы увидеть какие-то ошибки, успеть исправить и посмотреть, насколько они вообще готовы к данному уровню соревнований. За гимнастками наблюдают четыре бригады судей, которые оценивают элементы тела, предмета, технику и артистизм. Решение принимается коллегиально. Церемонию награждения победительниц и их тренеров провел заместитель главы администрации округа Андрей Сыров. Алексей Абрамов, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Турнир памяти сотрудника спецподразделения «Альфа» игрока Томилинского хоккейного клуба «Урожай» Юрия Новикова прошел на ледовой арене стадиона «Зенит». Подробности расскажет Мария Антонова. В турнире приняли участие две команды – «Урожай» Томилина и «Металист Королев». Юрий Новиков более 20 лет играл в составе хоккейного клуба «Урожай». В чемпионатах и кубках Московской области по хоккею с мячом. Поэтому турнир не мог пройти без его родной сборной. Каждый из игроков играл с ним не один десяток лет. И сейчас вы видите, сколько хоккеистов. Это в основном все те, кто прошел школу Некрасовки. Все те, кто играл с Юрой в одной команде. Долгие годы, понимаете. А я начинал еще с ним с самого детского возраста. И, конечно же, его вспомнить – это одно удовольствие. Веселый, красивый. Помимо членов команды по хоккею, на игре присутствовали и сослуживцы Юрия Новикова – ветераны спецназа. Турнир организовывали общими усилиями. Надеемся, что этот турнир оставит след в истории вообще. И посвящаем, конечно же, памяти Юрия Ивановича Новикова. Потому что он этого заслуживает. Он был замечательный хоккеист, замечательный футболист, разносторонний спортсмен, как и полагается настоящему спецназовцу. Турнир памяти Юрия Новикова провели впервые. Теперь организаторы планируют его сделать ежегодным. Мария Антонова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершен. Еще больше подробностей смотрите на нашем сайте lrt.tv или в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова